Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для портала экзегет.ру. Священник Андрей Лоргус. Это беседа о Аврааме. Мы читаем книгу Бытия, главу 22. И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, И пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь со словом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Эти первые пять стихов повествуют нам о деле небывалом. В Библии нет у народа Божьего жертвоприношений человеческих. Иудеи никогда никаких человеческих жертв не приносили. И убивать человека для них было невозможно. И закон запрещал строго-настрого, и за это полагалось тяжелейшее наказание за убийство. И вдруг сам Бог повелевает Аврааму принести человеческую жертву, всесожжение, то есть религиозную жертву, священную жертву, ему, Богу, человеческую жертву. И не просто кого-либо, а самого ценного человека для Авраама, любимого сына, сына, которого ты любишь. Бог знает сердце Авраамле. Он знает, как Авраам любит своего Исаака. Ведь Исаак родился уже тогда, когда Аврааму было сто лет. Сто лет он прожил бездетным. Ну, не считая Измаила, а Тагарь. И вдруг у него рождается сын. Любимый сын. И вот когда он подрос и стал подростком, мальчиком-подростком, Бог его призывает принести Исаака во всесожжение. Дело небывалое. Авраам не спорит, он исполняет. Он слушается. А Бог искушает Авраама. Авраам собирается, как положено, принести жертву. Он берет двух слуг, двух отроков. Он берет осла. Он колет дрова и готовится совершить эту страшную жертву. Велика вера, велико послушание. И если хотите, я чувствую в этих пяти стихах не просто покорность, а какой-то покой души Авраама. Печаль и скорбь, да, но покой. Там есть сомнения. Но мне кажется, нет смятения, нет паники. Авраам исполняет, что ему сказал Господь. И он верит строго в то, что сказал Господь. Он не объясняет ничего Саре, он не объясняет ничего Исааку, не объясняет отрокам. Он хранитель тайны и он исполнитель завета. Он делает то, что он должен сделать. Не просто должен, согласно какому-то долгу, перед кем-то, перед законом, которого еще пока нет, а должен по послушанию Божьему. Бог сказал ему, и он это исполняет. Потому что это священно. Священное призвание, священное действие и священное его послушание. Оно не земное, не материальное, оно не психологическое, оно сакральное, священное. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит. Усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Это очень драматическое место, и читать очень страшно и сложно. Но давайте послушаем сначала Исаака. Исаак недоумевает, он ничего не подозревает, и он искренне спрашивает. Мы поднимаемся с тобой, Отец, вдвоем, и у тебя огонь, у тебя нож, все готово для того, чтобы принести жертву. Но кого приносить жертву? Нету овцы, нету агнца. Не овцы, конечно, агнца приносили в жертву, только агнца, а ягненка мужского пола. Но нету его, где же мы? А Авраам говорит, Бог усмотрит. И они продолжали идти далее оба вместе. Дважды повторяется, они идут далее оба вместе. В этой фразе есть какая-то совершенная и покорность, и спокойствие, покой. И они идут на жертву. Напряжение нарастает. Мы понимаем, что так не может продолжаться. И вот развязка. Все готово. И Авраам готов принести Исаака в жертву. Что это значит? Что значит принести в жертву? Как жертва приносилась? Животному связывали ноги, чтобы оно не брыкалось. И этим ножом перерезали горло. Перерезали сонные артерии. Кровь вытекала, и животное засыпало. Как бы засыпало. Оно умирало от потери крови. Это не убийство животного. А это именно заклание по-славянски. Сегодня мы называем это зарезать. Зарезать овцу. Животное умирает от потери крови. Это совершенно другая смерть, нежели от убийства ножом в сердце, или в мозг, или пули, или еще что-нибудь. Вот это только по отношению к жертвенным животным так и применялось. И Авраам собирается сделать это с сыном, хотя никаких человеческих жертв он никогда не приносил. И не делал, и не знает, как это делать. Но он делает это так, как он это чувствует, как он это понимает. И он связывает своего сына, любимого, отрока мальчика, связывает его веревками, чтобы не махал он ни руками, ни ногами. И чтобы Исаак мог перерезать его горло и кладет его поверх дров. Исаак уже все понял. Он не может не понимать. Он много раз видел, как его отец совершает всесожжение. Исаак уже знает, что сейчас он будет зарезан. Заклан, заколот. Сейчас отец перережет ему горло, и он умрет. Умрет, и потом жертва будет сожжена. Это будет все сожжение, как жертву Богу. Сегодня мы понимаем это как казнь, как смертоубийство. Но в древности люди иначе это понимали. Во-первых, животное, которое приготовлено было для жертвы, могло быть только особенным. Значит, первой частью жертвоприношения являлся отбор. И Бог повелевает. И народы сами, многие, составили для себя некие инструкции, как это делается. Выбирается, во-первых, агнец, белый, чистый, без единой черной отметины на его шкуре. Белый агнец, молодой, непорочный, то есть не вступавший еще ни в какие сексуальные отношения. Выбирается самый лучший, не больной, а здоровый. Самое лучшее. Вот жертва Богу приносится самого ценного и самого лучшего. То есть тем самым жертва уже возвышается над общим стадом. Это не просто выбор, а это посвящение. Жертва — это посвящение чему-то высшему. То животное, которое избрано из стада для жертвоприношения, оно уже возвышено. Сам по себе выбор, приготовленность к жертве — это уже некий обряд посвящения, и это животное почитается уже особенным, возводится в особый род. Так и с Исааком. Исаак — самое ценное, что есть у Авраама и Сары. Бог не верблюда ожидает жертвоприношения, не агнца, которых много, может быть, тысячи у них, или тельца, или овна, как это обычно в жертву приносилось. Он — самое ценное, самое возвышенное, самое драгоценное, самое священное. Священное, потому что от Исаака произойдет великий народ, великие народы и цари народов. Цари — это царский род. Исаак, как и Авраам, родоначальник царского рода. И именно он приносится в жертву. Он уже возвышен, и он возвышается самой жертвой. Жертва — это то, что мы передаем Богу. Что вы передадите Богу? Самое лучшее, что у вас есть? Ваша любовь, ваше сердце, ваше знание, цветы, выращенные вами, хлеб, испеченный вами. Причем хлеб самый лучший. Вы постараетесь выбрать из испеченных хлебов или тортов, или пирогов самое красивое, самое ценное. Так поступал и скотовод. Он выбирал самое ценное. И вот Авраам приносит в жертву Богу самое ценное. Смотрите, Аврааму дано стать отцом народов. Он родоначальник, он уже обрел в глазах Божьих особый статус. Он родоначальник народов и царей. Он правоотец, высочайший, патриарх. Высочайшее призвание, причем это призвание не просто для еврейского народа. Сегодня это имя святого, второе, третье, то есть патриарх или праотец. Возвышенное священное звание. Авраам уже его имеет. Уже тогда, потому что Господь ему его дал. Он уже его нарек. Ты праотец. И его реализация, его патриаршество, это новый народ, который произойдет от его сына Исаака и дальше. И вот именно это все патриаршество, вот это величие свое царственное, сейчас Авраам должен принести в жертву Богу. Бог дал ему это царственное патриаршество, праотечество. И он же приносит его в жертву Богу. Это либо как бы плюс на минус, который как бы ликвидирует его, либо наоборот умножение, которое возвышает еще больше. Теперь царственный род народа Божьего произойдет от того, кто стал подлинной жертвой Богу, Исаак. Но Бог останавливает в тот самый последний момент, когда уже рука Авраама готова была перерезать ножом горло Исааку и хлынуть кровь. В этот самый момент Бог останавливает руку Авраама и говорит, не надо, я тебе верю. Я знаю, ты боишься Бога. Не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Я тебе верю. Одно из величайших признаний, Богооткровений, которые Бог дает человеку. Бог открывает человеку скорее свой гнев, свое суждение или пророчество о смерти. Когда и где еще Бог говорил человеку, я тебе верю? Какому святому? Кому из патриархов? Моисею? Нет, так не говорил. Давиду? Нет, так не говорил. Он обличал его. Соломону? Нет. Обличал его, заидал поклонство. Кому так говорил Бог? Я тебе верю. Как другу своему. Никому. Только Аврааму. Авраам оказался таким избранником Божиим. Я верю, что ты боишься Бога. И не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. В этом абзаце, это 12 стих 22 главы, я напомню вам. Бог сочетался с Авраамом не просто заветом, а дружбой. Я теперь знаю тебя. Ты мой. Я тебе верю. Я вижу, как ты мне веришь. И теперь ты произведешь тот народ и тех царей, о которых я тебе говорил. Знаешь, где тыatzем. Тогда я тебя я верю. Продолжение следует...